Белорусские военные В команде, впрочем, не только игроки из Китая, в составе и легионеры из других стран, у которых есть китайские корни. Ричард Уильямс, например, прилетел из Канады, которая считается родоначальницей хоккея. И в канун Рождества игрок рождественского турнира у стен Красного Костела признается, Беларусь зарождает новые традиции игры настоящих мужчин. В этом турнире любителей очень сильная команда. Я поражен. Вчера мы смотрели игру сборной Беларуси против Арабских Эмиратов и уже тогда подумали, вау, какой крутой уровень. А первую шайбу вашей сборной вы видели? Это фантастика. Если честно, мы не особо рассчитываем на успех в турнире, мы просто наслаждаемся игрой и общением с любителями хоккея со всего мира. И любуемся городом. Мне очень понравился Минск. Я здесь впервые. Вы сделали хорошую работу, сохранили исторические здания и построили новые современные объекты. Это впечатляет и это здорово. Такие же впечатления и от спортивных объектов. На Чижовской арене играют. Сегодня посетили Минск-арену. И тут даже переводчик не нужен. Игра на Чижовской арене началась с символического вбрасывания от Фила Эспозита. Легенды номер семь. Именно под таким номером известен суперпрофи. Он дважды завоевывал кубок Стэнли в составе Бостона. Под семеркой выступал за Канаду. Именно Эспозита стал лучшим бомбардиром легендарной суперсерии СССР Канада. С 1984 года это имя увековечено в зале мировой хоккейной славы. В Минске канадец в качестве приглашенной звезды и по совместительству тренера китайской сборной, у которой сегодня сложный матч против Беларуси. Но скованности гости не чувствуют, хотя класс соперника чуть выше. Команда президента выигрывала рождественский турнир 10 раз и нацелена на еще один титул. Поэтому при поддержке своих болельщиков идет в атаку. Всегда стараемся их поддержать, когда только можем. К сожалению, не всегда получается. Мы не минские жители, приехали за Сипович. Они более сильные, у них так больше шансов, чем у китайцев. Не додумал, что президент Беларуси, господин Лукашенко, тоже участвовал в этом соревновании. Это супер. Беларусы открывают счет в матче. Получается эффектная ударная волна. Атак на ворот соперника продолжается. И голы становятся лишь делом времени. Третью шайбу нашей командой забрасывает президент Александр Лукашенко. Матч продолжается в эти минуты. Преимущества команды президента внушительны. А значит, и после второго тура беларусы останутся лидером группы А. А это весомая заявка на финал. Когда забил на лавке, я подумал, что вроде у меня большая карьера длинная была, но китайцам никогда не доводилось забивать, потому что пока я играл в КХЛ, Кунг Лун еще не был заявлен. И сейчас это еще одна галочка среди тех сборных, команд, стран, кому мне доводилось забивать. Явные лидеры в квартете «Б» Чехия. Впервые команда привезла такой мощный состав. Давид Моровец, Радык Тоупал, поигравшие на Олимпиаде, задают темп игре и наносят разгромное поражение сборной «Балкан». Балканская команда проводит свой второй турнир, пока выигрывать не получается. И здесь уже работает олимпийский принцип. Главное не победа, а участие. И оно уже приносит пользу. Сегодня во второй раз прошел семинар по развитию хоккея в странах Балканского региона. Чтобы продвинуть эту идею, наша федерация работала боковок с Международной хоккейной федерацией. Участвовали не только приехавшие к нам спортивные функционеры Балканского региона, а также президенты национальных федераций Израиля и Литвы. Мы пользуемся каждой возможностью участвовать в такого рода мероприятиях. Очень познавательно, очень большое количество информации, как на уровне чисто хоккейном, так и на общее строительство стадионов. Рекомендации, как сделать, кому обращаться. Все сделано на очень высоком уровне. Рождественский турнир уже много раз доказывал свою дипломатическую составляющую в спорте. И это вновь подтвердилось в Кельне, когда Минск получил право принять второй за короткий срок чемпионат мира по хоккею. Когда каждый голос решал судьбу страны-хозяйки, балканцы поддерживали Беларусь. Ведь и мы помогаем им развивать хоккей. И не только им, но и Ближнему Востоку. Традиционные турниры с участием белорусов в Объединенных Арабских Эмиратах тоже становятся приятной традицией. И команда из этой страны уже была с бронзой год назад в Минске. И сегодня ничья со Швейцарией 4-4. В Швейцарции, в принципе, команда неплохая, опытная. Видно, что ребята поигравшие, как бы, да, после возрастной шайба ходила быстро. Мы немножко не проснулись просто. Задача всегда выигрывать, как бы, да, чтобы получать удовольствие от игры. Впереди еще два дня хорошего и результативного хоккея. Болельщиков ждет интрига. Завтра будут разыграны первые места в группах. Станут известны команды, которые выйдут в финал и сыграют за третье место. Сюрприз ждет ребят и девчонок из пятого детского дома Минска. Завтра все команды отправятся к ним в гости с подарками. Акция «Рождественская традиция» всегда проходит очень трогательно и эмоционально. Ведь сделать праздник детям под Рождество – это еще один повод, почему столько команд со всего мира приезжают каждый год к нам на турнир. Ведь без простого детского чуда разве можно поверить в чудо на льду? Андрей Бондаренко, Игорь Тур, Дмитрий Бу и Дмитрий Лац. Наши новости ОНТ.